И всем привет, ребят, с вами MrBanker, с вами записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре одна из очень интересных пушек, к которым я в последнее время особо не обращал внимания, к которой, вернее, не обращал внимания, это пушка Гаусс, которая видоизменилась за счет более своей жесткой сводочки. И сегодня мы потестируем его, посмотрим, насколько же он хорош в сегодняшнем балансе, может быть, даже немножечко сравню я его с нынешним громом, на котором я провожу в последнее время безумно большое количество времени, ну и останусь, конечно же, на том же самом корпусе, дабы полностью прочувствовать разницу в этих двух пушках. Сегодня мы поиграем на Ареса Гауссе, по Гауссу, я думаю, что сыграем на двух сразу устройствах, и на устройстве с Эмми, и на устройстве с пробитием. Сразу скажу, что Эмми на сегодняшний день не является хорошим выбором среди устройств, из-за того, что, по сути, ваша сводка работает только на вашу команду, плюс количество иммунитетов от Эмми в матчмейкинге тоже является большим. А вот пробитие, за счет того, что вы успеваете после сводки дать выстрел по пробитому танку, оно более ценится на данный период времени. Но мы сыграем на двух устройствах, я думаю, что в рамках одного боя, и все это дело затестируем. По дронам мы сегодня берем дрон-бустер, не какой-то там кризис, не какой-то ловкач, посмотрим, так чисто по интересику, да, как у нас это все дело пойдет. Ну и по режиму я бы очень сильно хотел бы контроль точек, либо TDM-очку, ну давайте контроль точек, давайте контроль точек сыграем, просто контроль точек немного более рандомен, за счет того, что тут по большей части еще зависит от того, как ваша команда будет двигаться по карте и что она будет делать, потому что нужно захватывать сразу несколько точек. У меня возможности такой, конечно же, не будет, у меня будет возможность контроля какой-то там одной определенной, может там двух точек, да, а команда уже, если плохая, то как бы она не поможет, а если хорошая, то поможет. Ну и здесь есть определенные подводные камни в этом режиме, я бы так сказал, да, то есть в этом плане осада мне намного больше симпатизирует и нравится, но сыграем, попробуем, что у нас получится. На ареса гаусси в рамках контроля точек и надеемся на... О, хорошая карта. Я только хотел сказать, надеемся не на большую карту. Нас закидывает на будущее, ну и плюс закидывает не самого жесткого противника, поэтому постараемся здесь поиграть на хорошее, может быть даже УП, на полную реализацию нашего вооружения. Ну и посмотрим, что из этого всего получится. Гаусс супер хорош, как обычными выстрелами, так и сводками. По сути, за счет этого вы можете спокойно играть на гауссе, например, на каком-то даже там легком танке. И по устройству можете выбирать тот же самый адреналин, в этом тоже нет никаких проблем. Ну и вот о чем я говорил, да, то есть о проблемах сводки, это то, что... Сейчас чуть-чуть звук потише сделаю, тоже что-то у меня тут звука за много. О проблемах сводки с Эмми, это то, что вы даете сводочку, наносите статус эффект и противник успевает поражать расходку вновь до того, как у вас появляется возможность выстрелить одиночный выстрел. На гауссе с пробитием у вас есть эта возможность успеть выстрелить и нанести урон с пробитием по вражескому танку, только если он не прожмет аптечку. Если он прожмет аптечку, то тогда он может сбросить с себя этот статус эффект. Но даже с этим раскладом, я считаю, что если вы даете сводку по противнику и он нажимает, например, аптечку, да, и сбрасывает ваш статус эффект, то вы уже от этого очень многое выигрываете, потому что вы оставляете противника без аптечки и уже сразу же потом можете быстро ему накидать и его уничтожить. Поэтому проблем в этом никаких не вижу. По сути, на гауссе сейчас можно постоянно акцентировать внимание на эффектах и иммунитетах противника, да, то есть и уже от них постоянно отыгрывать, да. То есть, если, например, противник одевает иммуночки в большом количестве от эми, вы сразу переходите на гаусс с пробитием. Если много статус эффектов от пробития, то вы берете уже гаусс с эми. То есть, просто комбинируете и уже от этого отыгрываете. Считаю, что это работает всегда и очень легко реализуется. Так, ну ладно, нам нужно выигрывать эту катку. Как я уже сказал, полбоя мы сыграем на гауссе с эми и потом переоденемся на гаусс с пробитием. По иммунитетам у противника есть 2 иммунки от пробития и походу 2 иммунки от эми, да. Эми эффекты у нас и у боевика и у кого еще у нас есть верх-низ какой-то. На фризе молодой человек играет. Ладно, будем, если что, акцентировать на них внимание. По дронам, да, то есть я сейчас использую дрон-бустер. Но, на мой взгляд, все равно кризис сейчас с такими пушками, как гаусс, как гром, как шафт, кризис подходит намного лучше с этим корпусом. Я имею ввиду именно корпус арес. Проще реализовать, быстрее скорость в моменте, когда вам надо куда-то быстро передвинуться, да. И плюс, если это гаусс, то вы со сводки, например, четко можете просчитать, когда вам нужна ддшка. Вы на нее переключаетесь. В другой ситуации вы просто играете на броне и сейвите тоже большое количество хп. То есть это можно грамотно четко реализовывать и это будет 100% работать. Поэтому мой выбор точно за нынешним кризисом с этими сочетаниями. Ну и плюс аресу нужна скорость. В моментах за счет этой скорости можно очень тоже круто комбинировать ситуации, быстро достигать нужные цели и приносить большую пользу для своей команды. В том числе и в режиме контроля точек. Так, ну и что у нас здесь? У нас 6-6 пока что. Я вот думаю, что может быть мне попробовать занять какую-нибудь позицию на вражеском спауне, попытаться отыграть от нее. То пока что я просто хаотично с респа катаюсь и по сути, ну, наверное, супер большой пользы для своей команды не приношу. У меня есть также шарик, который можно было бы куда-нибудь вкинуть. И вопрос только куда его засунуть так, чтобы противников побольше зацепить. Вижу примерный спот неплохой. И сейчас попытаемся туда закинуть. А, там уже все, наши тиммейты всех сливают. Ладно. Тогда ждем где-нибудь позицию какую-нибудь хорошую. А, вот такая неплохая позиция. Давайте вон туда овердрайф запускаем. То есть мы сбриваем первого танка, который возле меня. И плюс еще... Ой-ой-ой, хорошо. Почти двоих еще унес дополнительно, которые пытались захватить точку. Вот это в принципе неплохо. Но по аренцу я скажу, что он супер сильный. Он очень крутой. Его можно круто реализовывать. Но не везде. Не везде он будет работать. То есть, например, в контроле точек, где противник хаотично катается по всем точкам. Его реализовать куда тяжелее, чем, например, в той же осаде. Бывает даже порой в какой-нибудь CTF-очке тоже легко реализовать. Когда противник, например, пытается задефить свой флаг. И вы можете просто в один тайминг сбрить всех. А в CP, в той же там TDM-ке, да. Бывает противник хаотично катается по карте. И тяжело поражать хороший овердрайф. Также в штурме за атаку, например, очень круто можно тоже прожимать на аресе овердрайва. За счет того, что противник очень часто стоит на своем спауне и принимает вас, да. Я вчера даже играл одну катку, хоть и проиграл. Но сумел там большое количество киллов набить за счет грамотных поражатьев овердрайва. И за счет большого разборчика противника, который просто в кучках стоял на своей базе. Поэтому корпус очень прикольный. Максимально. Надеюсь, что его... Если занерфит, то занерфит не сильно. Но если это будет жесткий нерв, то я думаю, что актуальность этого корпуса, как всегда, пропадет. Поэтому я надеюсь, что в этом плане орех нас не разочарует и оставит этот корпус в хорошем, качественном балансе. Потому что насколько долгий период времени нужен был, чтобы вернуть этот корпус вообще в примерно неплохой баланс. И теперь взять и его просто убить после этого, я считаю, что это будет максимально печально. Поэтому надеемся на то, что этот корпус будет оставаться в хорошем балансе. Так, ну по катке мы пока что проигрываем. И я бы не сказал, что у меня что-то получается здесь сделать на гауссе. В ближней бойке с бустером, ну, довольно тяжело реализовать. При том, что еще противник взял безумно большое количество резистов от меня. И наша реализация стала уже такая, знаете, не совсем крутая, не совсем приятная. Сейчас мы, я думаю, что переоденем совсем скоро иммуночку. Вернее, не иммуночку, а статус эффект на моей пушке. Уже противников... А, нет, ну все так же два с иммунитетами от Эмми, но они почему-то мне всегда попадаются. Поэтому мне кажется, что как будто их уже намного больше. Также гаусс работает под критами. Это тоже нужно не забывать. Одиночные выстрелы у него имеются критовые. У грома с кувалдой, например, который я использую сейчас на постоянной основе, этих критов нету. Поэтому здесь уже можно поставить неплохой плюсик для гаусса. Но все равно я считаю, что комбинировать нужно просто эти две пушки. Даже три пушки шафта можно тоже в эту категорию приписать. И комбинировать нужно в том смысле, что все зависит от резистов противника. То есть если большое количество резов от гаусса, сразу поменяли гаусс на грома. В рамках видоса, конечно, я этого делать не буду. Но вот сейчас, например, в катке, смотрите, всего лишь один резист. Один резист. То есть если бы я сейчас взял бы грома, то он бы 100% очень круто бы сработал. Но мы сегодня тестируем непосредственно гаусси-кат. Переоделся я на пробитие. Посмотрим, как сейчас с ним будет работать. То есть наша задача теперь давать одну сводку. И после сводки уже наносить одиночный выстрел. Если статус эффект остается на танке. То есть если он не прожимает аптечку. Если прожимает противник аптеку, тогда уже, ну, стоит просто взять и еще одну сводочку дать. Второй аптечки у него уже не будет. И, соответственно, вы его сможете уничтожить. Так, и у меня уже долгий период времени есть овердрайв. Было бы неплохо его тоже реализовать. Не знаю, правда, куда его реализовывать. Потому что пока что каких прям спотов супер под овердрайв я не вижу. Ну, и нам точно надо его сейчас прожать, чтобы он у нас под конец был. Здесь в ЦП всегда теперь решает концовка. Поэтому нам нужно от этого отыгрывать. Небольшой лаг произошел у нас. Так, ну и давайте ехать, наверное, туда наверх. Сейчас сводочку дадим по шафту хорошую. И теперь здесь попытаемся забрать вражескую, можно так сказать, базовую точку. Гром прожимает овердрайв. У Гаусса, кстати, сила удара тоже неплохая. Я, если честно, раньше думал, что у него сила удара послабее будет. Так, мне нанесли статус эффектик. Так, давайте поджимаем такой овердрайв. Попытаемся там кого-нибудь сбрить. Ну, дали хп тиммейту и чуть-чуть нанесли урона по противнику. То есть здесь тоже не совсем грамотность. Но мне нужно было прожать этот овер. Дабы у меня под конец катки 100% овердрайв был. И чтобы мы уже могли реализовать его. С большей грамотностью на победу в этой катке. Также, в чем минус бустера и всех тех дронов, которые работают по типу одной повышенной расходки. То есть если против играет противник с подавлением, то он моментально отключает дополнительные возможности вашего дрона. И ваш дрон превращается в условного брута. Это работает против бустера, против защитника и против ловкача. Все эти три дроны имеют повышенные статус эффекты. Ой, повышенные статус эффекты. Повышенную припасовую возможность. И все отключается за счет просто одного молота, например, с пробития. И поэтому я уже сейчас на этих пушках склоняюсь к кризису. На кризисе, если по вам наносят статус эффект, хотел сказать. Если по вам наносят подавление, то как только подавление пропадает, либо вы его контрите, например, аптечкой, сразу же, да, у вас возможности повышенных ваших припасов сразу возвращаются. То есть у вас сразу повышенные статусы срабатывают, и вы уже с ними отыгрываете. А с дронами защитника, бустера и ловкача у вас ничего не возвращается, и вам нужно играть дальше и ждать, пока у вас вернется кулдаун расходочки. То есть в очередной раз вы прожмете этот припасик, либо же вы подберете дроповую расходку этого припаса. То есть на защитнике это броня, на бустере это ддшка, и на ловкаче это нитра. И то, нужно смотреть, чтобы у вас не было кулдауна вашего дрона. Иначе это тоже не сработает. Так, ладно, все. Очень много я информации тут вам рассказываю. А каточку мы проигрываем. И проигрываем довольно-таки печально. Поэтому надо что-то с этим делать. Я точно для себя понимаю, что под конец я буду играть на вражеской B-точке, потому что она супер актуальна для победы. На... Ну, наверное, на 90% я в этом уверен, что если мы заберем бэшку, то у нас уже будут хорошие шансы на победу, потому что противник, если будет на нее акцентировать внимание, то я выиграю время. А если он просто возьмет и запушит другие точки, то наши тиммейты должны, по идее, исправляться. И мы будем иметь плюс одну пушку... Ой, плюс одну точку в нашем активе. Так что сейчас мы уже должны потихонечку двигаться к ней. Увердрайв у меня уже есть. Две минуты до конца остается. И сейчас, по сути, тот самый период времени, когда нам надо уже продавливать правый фланг и залетать туда, к противнику наверх. На бустере, конечно, это сделать тяжело. Из-за того, что у меня нет супер большой скорости, а на рейсе у вас скорости большой, как таковой, нету. И даже с нейтрой вы едете, как медленная черепаха. Но я буду стараться сейчас на эту точку заехать. У меня еще, по сути, полторы минуты есть. Плюс наши тиммейты тоже контролят эти позиции. Сейчас попробуем через лево разыграть. Плюс там сверху падает гол досик. Но нам, конечно же, гол-то не интересен. Нам надо захватить точку и ехать дальше. Наш тиммейт здесь должен забирать. Ну и я выдвигаюсь наверх, имея овердрайв. Прожимаю его. И неплохо пойдет. Два танка уничтожаем. Одному еще хороший урончик выписываем. И сейчас наша задача очень простая. Удержать минуту эту точку. Если я ее заберу и удержу, будет очень неплохо. Если меня сейчас... А, нет, мне даже не дают ее забрать. Ладно. Но мы хотя бы поборемся, поборемся, поборемся за нее. Поборемся. Будем отвлекать противника. Но не получилось, к сожалению, мне сделать того, чего я хотел. Плюс три точки у нас есть. Две точки у противника. Ну и давайте просто засейвим какую-то еще одну дополнительную точку. Противник, я смотрю, летит на наш верх. Соответственно, я сразу акцентирую на этом внимание. Залетаю сюда. Наш тиммейт раздает мне критов. И я, по сути, могу таким одиночным выстрелом критовочку выдать. Но я хотел сводочку дать со статус эффектами. Мне кажется, это было бы поактуальней. Ну и 15 секунд до конца. Скорее всего, победа уже в нашем карманчике. Еще одну сводочку выдаем. И да, победа у нас есть. Но по сочетанию я скажу, что в ЦП, кстати, оно работает не очень круто. Я бы даже сказал, что оно работает слабо. Я не знаю, на чем играл первый молодой человек. Если вы заметили, то можете написать в комментариях. Будет тоже интересно узнать. Но Гаусс, он такой, знаете. То есть, его можно контрить резвом. И это будет работать. Гаусс это более пушка командная. И с этими статус эффектами. Что с Эмми, что с пробитием. Вы больше саппортите своих тиммейтов. Как пушка для командной игры. Она супер жесткая. Прям очень крутая. Но как пушка для своей соло игры и соло набора очков опыта и кристаллов. Она все-таки уступает грому нынешнему и шафту нынешнему. Единственный момент, когда стоит использовать эту пушку. Это в том случае, если от грома и гауса. И грома и шафта имеется большое количество резистов. Вот тогда этот Гаусс будет очень жестко работать. Пишите, что вы думаете по поводу нового обновленного Гаусса. Пишите, какие вооружения возможно нужно протестировать дальше. Поддерживайте обязательно видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунтике снизу мой личный тег создателя, это тег TeamP. Устанавливайте его. Поддерживайте меня этим. Ну и плюс, ко всему прочему, участвуйте в розыгрыше. Вся информация по розыгрышу есть в описании. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok